Женился Иванушка-дурачок на Марье-Царевне, а чё в первую брачную ночь делать не знает. Пошёл к матери за советом, пришёл к ней и говорит, мол, так и так. Мам, объясни мне, что и как надо делать? Ну, мать ему говори. Понимаешь, сын мой, у тебя на теле есть небольшой бугорок. А Марье-Царевне, дырочка, ты свой бугорок в дырочку воткни ей, а дальше вам мать природа поможет. На следующее утро прибегает Марья-Царевна к матери, забыхалась к Ивана-матери и ржёт. Мать её спрашивает, что случилось-то? Марья-Царевна, что случилось, всё хорошо? Да всё хорошо, я хотел спросить у вас. У вас, чё, сын, дебил совсем? А что такое? Да засунул мне сегодня свой нос в задницу и кричит. Мать природа, помоги, задыхаюсь. Решил уволить секретаршу, говорит начальник инженеру. Почему? Спрашивает инженер. Да вот недавно, в день моего юбилея, встречаю её на улице. Она несёт две огромные сумки. Я предложил ей помочь. Донёс ей сумки до дому. Она меня пригласила на чашечку кофе. Так это же хорошо. Зашли к ней. Она вышла в соседнюю комнату и сказала, чтобы я туда зашёл, когда она меня туда позовёт. Ну это же прекрасно. Через пару минут она позвала. Я вошёл. В комнате стоял накрытый стол. За столом сидели мои сослуживцы. Так это же здорово. Да, блядь, но представляешь, в каком виде я туда зашёл. Вот деревня, а. Ну ты даёшь. В буфете встретились студент и препод. Студент подходит, значит, к столу препода. Можно присесть? Препод. Гусь, свинье не товарищ. Ха, понятно. Ну тогда я полетел. Препод думает. Подколол. Подколол. Ну ладно, я отомщу. Тот же студент сдаёт ему экзамен. Отвечает на все вопросы отлично. Препод в конце говорит. Вы ответили верно, но я задам вам вопрос на засыпку. Если бы вам предложили выбрать ум или два миллиона долларов, что бы вы выбрали? Студент. Деньги. Препод отвечает. А я бы ум. Студент. Ну правильно. Кому чего не хватает, тот и выбирает. Опять подкол. Берёт зачётку, уже взбешённый препод, и пишет там козёл. Студент забирает её, выходит из аудитории. Открывает зачётку, смотрит, возвращается быстренько назад со словами. Уважаемый, вы тут расписались, а оценку поставить забыли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова